Долгий взгляд на цены на заправке в центре Парижа. Жители французской столицы в шоке и пытаются объяснить происходящее. «Не только топливо дорожает, но и повседневная жизнь, и зарплаты не растут. И да, это накладывает свой отпечаток. Нам придётся забыть о других вещах. Возможно, придётся забыть об отпуске». «Пока в Украине идёт война, цены будут расти, я уверен. Каждый день всё меняется. Сейчас нефть и газ вышли на новые максимумы. Но цены на топливо сильно растут уже с января. И причиной тому была не война. Зимой Россия перестала наполнять хранилища в Европе газом. И в ЕС активизировалась дискуссия по поводу снижения зависимости от российских энергоносителей. Критика в отношении Кремля усилилась, а Россия перестала казаться надёжным поставщиком энергии. А с 7 марта власти России вообще пригрозили остановкой газовых поставок в Европу по трубопроводу «Северный поток-1», объясняя это всё большим давлением на Москву из-за её так называемой спецоперации в Украине. «Для Путина последнее, что он может сделать, его последний козырь — это перекрыть поставки энергии, нефти и газа. Это можно сделать только один раз, и тогда всё будет кончено. И реакцией Запада будет судорожный и быстрый поиск альтернатив, например, импорт сжиженного газа из Америки. Это тоже стоит денег, но, по крайней мере, энергетическая безопасность будет более гарантирована. Наступает весна, что помогает нам и смешивает карты Путину». Есть ли замена российскому газу? Эксперты сходятся во мнении, что найти альтернативу в краткосрочной перспективе будет очень сложно. В Германии идёт дискуссия, не придётся ли стране продлять сроки работы АЭС. Последние атомные электростанции в Германии должны отключить в этом году. Но и другие сценарии тоже непросты. «Вариантов не так много. Очевидно, что вы рассматриваете поставки сжиженного газа. Но на мировом рынке сжиженного газа спрос превышает предложение. Я думаю, что в краткосрочной перспективе, если нам придётся столкнуться с перебоями в поставках из России, мы будем уделять особое внимание поставкам внутри Европы. Поэтому надо выяснить, сможем ли мы в краткосрочной перспективе увеличить добычу в Гронингене, газовом месторождении на севере Нидерландов. Другой вопрос в отношении, например, европейской добычи угля и того, будем ли мы снова запускать электростанции, работающие на угле». Франция — одна из немногих стран в Европе, где основная ставка и в будущем будет сделана на АЭС. Но электроэнергия не заменит угол и газ. Быстро заменить поставки энергии из России не выйдет, даже если Европа резко сократит потребление и выделит очень много денег. Ведь мало найти альтернативу, надо организовать его доставку, причём во все страны Европы. «Это действительно проблема всей Европы, а не отдельных европейских стран. Если Германия будет испытывать трудности с поставками природного газа, это скажется на поставках из других частей Европы. Так что в конечном счёте это снова становится европейской проблемой. Когда речь заходит об ответе на вопрос, сможем ли мы обойтись без российского природного газа в краткосрочной перспективе, если, например, полностью прекратить российские поставки в Европу? Короткий ответ — да. Но это, очевидно, повлечёт за собой значительные изменения в повседневной жизни, когда мы будем говорить о мерах, включающих, например, деструкцию спроса, чтобы убедиться, что мы можем заложить достаточное количество газа в хранилище на следующую зиму. Самые уязвимые в этом вопросе — страны-потребители российского газа на востоке Европы, где зависимость больше, чем в среднем по ЕС. Например, представители Болгарии и Венгрии уже выступили с соответствующими заявлениями. Экономические последствия этого будут весьма значительными. Это компромиссы, которым европейские политики просто обязаны знать с точки зрения того, что это означает для цен на природный газ и что это означает для совокупной экономики Европы. Одним из первых политиков, кому, вероятно, придётся увидеть реакцию потребителей на резкое повышение цен, станет Эммануэль Макрон. Президент Франции активно пытается участвовать в урегулировании конфликта в Украине. Но во Франции уже через месяц состоится первый тур президентских выборов, где жители страны смогут, проголосовав, продемонстрировать, готовы ли они платить ещё больше затоплива на заправках и не только на них.